Приветик, друзья, в афере ТикТок Психология. Вы готовы стать счастливее? Нет, подождите. Да нет, начнём только если ты правда готов. Вот не готов, даже нет. Всё. Что-что? Готов? Ты не говорил, но я в голове у тебя через сердце, через голову, слушаю. Тогда поехали. Как благодаря одному вопросу понять, любит вас мужчина или нет? Никак. Благодаря одному вопросу понять абсолютно никак нельзя. Это только может показать время. Вот он может сказать, да, люблю, и на детектор лжи какой-нибудь суперско-волшебный покажет. Да, правду говорит, сам верит, вообще, реально. А я на завтра такой, да чё ты, блядь, надоело всё это вот, это вот, это вот, люблю, там, хуё моё, пока, короче. Вот иногда непосредственно люди себя ведут. Иногда люди говорят неправду. Вернее, неправду. Иногда люди думают, что говорят правду, а на следующий день их, правда, ничего уже не стоит. Так что бессмысленно выяснять правду по одному вопросу, а это лишь время покажет такое масштабное понятие, как люблю-не люблю. Звучит он так. Какой я должна быть, по твоему мнению? А, ну типа, если он... Дайте предположу. Хотя вы, конечно, можете меня обвинять, потому что я заранее посмотрел. Я думаю так, если, говорит, будь такой, какой ты хочешь, тогда вот он любит, тогда в его сердечке и твое сердечко, его голубь принимает твоего голубя, такого, какого он это. Вот если такое, будь такое, будь такое, будь, то он, наоборот, не любит. Нет, любовь разная бывает, разная. И мы все не принимаем такого, какого, какого человек сам по-настоящему. Мы все строим, пытаемся под себя делать человека, даже самые добрые гумантичные. Да, к слову. Существует несколько основных вариантов ответа на этот вопрос. Так. Первое. Если парень начнет перечислять, какой вы должны быть. Какой вы должны быть? Ну, я так и знал, да. И скажет его желание насчет внешности, навыков, характера. Ну, хочу, чтобы ты, короче, была выше ростом на полторы головы, чтобы было вместо двух, все, сисьек, три сиськи. Огромный клитор размером с кулак. Огромный, 22-сантиметровый толстый клитор. Чтобы я, не потому что, не из-за гомосексуальных штук в голове. Из-за того, что я американский интернет смотрел. Не из-за этого, из-за того, что меня сбайденили. А из-за того, чтобы я его находить проще. То, скорее всего, он не испытывает квал. Ну, я так и думал. Честно не смотрел, честно. Это очевидно. Сильных чувств. Второй. Мужчина скажет что-то в стиле. Ну, больше похоже на провокацию. А какой бы ты хотел внешность? Ну, я хочу, чтобы ты волосы подлиннее, не знаю, отрастил. Понятно, ты меня не любишь. Ты меня не любишь, но я получил еще одну причинку. Ебать тебе мозги. Еще одну причинку. Ебать тебе мозги. Немножечко соло-блюза какого-то такого, Майкла Джексоновского. Еще одна причинка. Ебать тебе мозги. Сейчас я придумала. Посмотрел в ТикТоке. Я, наверное, поэтому не музыкал. Мне сложно на ходу придумать что-то. Рифмы какие-то. Ты мне нравишься такой, какая ты есть. Тогда будьте уверены. Ну, это же ложь почти всегда. Ложь. Мы, дай любого самого любящего партнера, мы такие, вот это заменить, это по-другому, это доделать вот так, это вот так, добавить таких качеств, этих убрать. Да. Это какой-то совершенно неизрелый идеализм. Знаете сколько? 170 тысяч лайков. 170. А просмотров, наверное, тысяча миллиардов. Что он вас по-настоящему влюблен. Нет, нет. Инфантилизм. Не настоящая психология. Ну, даже не близкая психология. Такое фантазерство такого уровня. Так, рисуй на стенах своей комнаты защитные руны, чтобы человек... Так, в профиле много эзотерики и психологии. Да, психология в фаштегах. Вот чтобы человек с негативом по отношению ко мне не смог войти. Так, 118 тысяч лайков. Чтобы человек не смог войти. Подруга, у тебя красивая комната, правда, но я не хочу в нее входить. Достаточно просто насрать у порога. Вот тебе еще одну руну. Можно в виде руны насрать? А можно просто насрать? Друзья, ааа, не хочу. Или у тебя срач в квартире. Ты такая, ааа, из-за рун? Да нет, у тебя срач в квартире, ты такая, господи, смотрит. Ужас какой. Не, не хочу. Здесь бомжатина и несет. Знаешь, не прибираешься просто. Настолько деловой геймер, что просто срешь штаны, а потом просто стулом вытираешь жопу и идешь дальше. Ну, что-то такое, может быть такое. Иногда бывает. А родители очень лояльны и не заставляют тебя прибирать. Сами тоже не прибирают. А руны надо фекалиями рисовать? Или можно просто рисовать? Не знаю, что не отпугнет. Типа у нее энергетика, она зла. На самом деле и желает. Нет, такая подружка, добрая. Строить-то добрую лайки. Лайки ставить-то за лайками-то у нее нож энергетический. Вампирский. Этот. Луна-то в Скорпионе. Ее-то знак Овен-то открытый. А луна-то в Скорпионе, блядь. Че ты ей рассказываешь? Секреты все. А у нее луна в Скорпионе? Не знаю, что-то у меня сегодня колхозный акцентик пошел. Про провинциальный. Немножечко. Есть такое, ребята? Ребята, обязательно проверяйте. Не в Скорпионе, не луна у вашего друга. Ну, или еще какая-то шляпа опасная. И если такая штука есть, держите подальше. Рунами хорошенько можно и фекальными обрисовать дом и даже стены. Да. Так вот. А если вам скажут, ты псих, ты просто бреда насмотрелся, кто в Скорпионе? Нет. Вот когда у тебя рак от невыраженных эмоций, онкология будет, тогда ты мне скажешь спасибо. Тогда ты мне скажешь, помоги своими, пожалуйста, фекальными. И тогда я тебе помогу и спасу тебя. И тогда ты оценишь меня. Подтверждение? Ты придумала сама только что. Ты даже не сказала. Ты даже могла бы сказать так. У меня был случай. Это тогда больше на правду кажется. Ты просто сказала, подтверждение? Я шел по улице. Навстречу идет Фредди Меркьюри. Он такой, эй, Эльдар, ты талантливый, классный человек. Я величайший солист, но ты, по-моему, поприкольнее. А я до этого так думал, а мне до этого приснилось, что так произойдет. Пам, подтверждение. Классно, да? Десять простых правил для быстрого прорыва в жизни. О, давай, давай, круто. Мне как раз не помешает прорывчик. И вам, думаю, многим тоже. Нет, все нормально. Ну, многим не помешает. Даже если вы уже прорваны. Даже если у вас уже прорвало, то все равно прорыв не помешает. Согласитесь, да? Никогда не помешает дополнительный прорывчик хорошенький, да? Смотрите телевизор. Смотрите, почему? Какие-то каналы смотришь. Культуру смотришь, например, только. Культурные каналы. И культура, наука. И... И магазин на диване. Все! Все! А магазин на диване, чтобы насмехаться. Над ними только. Ха-ха, обыватель, покупаешь очередной набор ножей. Рэп пишет это. Обыватель покупает очередной набор ножей. Он стал тупее, чем стадо ежей. Я никогда не куплю эту ерунду. Я не заплачу деньги за эту байду. Я лучше буду не покупателем на диване. Я лучше буду на симпатичной Ане. Буду с ней вместе тусить. Но иногда ей покупки из магазина на диване приносить. Но не из-за меня, а из-за нее, из-за нашей любви. Конец. Йоу. Держите. По-мо... Это... Это прорыв был? Это ща прорыв был? Блядь, тогда охуительно. Если это был прорыв, тогда охуительно работает. Честно. Так. Неплохо. Я пять секунд посмотрел. Никогда не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Да нет. Ой, так и хочется вернуться к человеку, который меня предал. Ой, все, мы вернулись. Спасибо, что сказал. Я хотел... Я уже шел. Не, я сам на самом деле уже шел к человеку, который меня предал. Они не меняются. Почему не меняются? Какие-то меняются, какие-то не меняются. Но чтобы он изменился, нужно, чтобы он доказал. Да. Не доверяй полностью. Чуть-чуть доверяй. Чуть-чуть помогать, побольше доверяй. Побольше, побольше так. Может, изменился. Все люди... Почему люди не меняются? Меняются, я думаю. Опаздывайте. Но меня, чтобы они изменились, нужны события или время. И, ну, просто так не меняется. Вот ты... Он тебя предал, ты так вышел из комнаты и снова зашел. Он вряд ли изменится. Найдите способ предупредить об этом. Не смейтесь над чужими мечтами. Вам 83 тысячи лайков, а? Подумайте над своими. Умейте бы... Подумайте над своими. Признавайте. Типа подумайте, у тебя тоже смешные мечты. Че ты хочешь там? Сиськи увеличить? Ха-ха-ха. Увеличила сиськи. Ха-ха-ха. Не поела и риски. Ха-ха-ха. Я насмехаюсь. Ха-ха-ха. И не улыбаюсь. Живу по жизни спокойно. С текстами. Ха-ха-ха. Блядь. А те, кто смеялись, улетели в Тартарараме. От своей ошибки. Признаю этот трек. Признаю этот. Выпуск этого сингла был ошибочный. Я полностью признаю это. Я не знаю, про чем он там говорит. Очень такие советы. Не возвращайтесь тех, кто вас предал. Откажите. Реально, там по 100 тысяч лайков такое. Смотрю, веселятся. Чувствуют инсайты. У них прорывается. Так, ладно. Ну, интересные советы. Но как-то... Да, давайте дальше смотреть, что там еще. Так. Чувы? Если у человека есть... Чуть-чуть потише, слишком орет. У человека есть уши, поэтому меня оглушает. Сумка. Обратите внимание на то, как он ее несет. Если она находится... Так. Если она находится там. Дется перед его телом. Он закрывает, как бы, область паха, да. Писячную область, да, как бы, закрывает. Ну, у него, типа, там энергетический прорыв произошел. И поэтому он закрывает. Ну, может быть, там, любовь неудачная или секс неудачная. Мы близко... Ну, я предположил, может быть, и такое. Прижато, то он осторожен и застенчив. Так, если близко прижато, то он осторожен и застенчив. Только спереди обязательно. Теперь давайте перейдем к рукопожатию. Это не про... Рукопожатию. Просто социально... Мы все прям ждали этого. Если узнаем про рукопожатию. ...ритуал, но и способ получить первое впечатление о человеке. Да нет, много другого впечатления о человеке получаешь. А пару каких-нибудь приемчиков простых. Там, не знаю, эспандер и вытирать руку об штанину дадут тебе прекрасное, приятное рукопожатие. Так что... Во время доминирующего рукопожатия человек кладет свою руку поверх вашей ладони вниз. А знаете что? Можно дать человеку положить руку сверху, а потом не дать ему доминировать. Аааа, а я же... Че ты не... Он такой... Че ты не даешь доминировать? Я же руку сверху. Нет, можно дать руку сверху. Ну, он такой вот, такой вот так сует специально сверху. Тут такой... Ааа, ладно, по доминирую. А потом... Нет, специально нет. выбесил тебя своим попыткой дешевого дамику нет потом плачет такой я в тик токе лайкал что доминирование потом не доминировать вниз таким образом он хочет показать кто здесь главный обычно такие в это верит я такую чушь такую хинею реально кто-то там доминировать рукой хочет и люди любят контролировать других не любят принимать во внимание чьё-либо мнение и иногда даже не любят во внимание ну хорошо ладно власть но не полюбит внимание еще принимают других людей еще что они пинают детей в живот если ты здороваешься и сильно трясешь ты блять детей в живот пинаешь на улице ну может быть какие доказательства чё те доказательства я же тело считываю я вот так вижу тело и какие-то действия делаешь ты сигналы посылают через космос блять вот ну трясет сильно блять пнуть хочет ребеночка маленького и выбирает самого милых но они не пинают они только пинают к никто не видит ну а чё бы не ну раз все бред почему бы не придумать новый поинтересней более такое обидно и могут быть немного назойливыми вот вот тут он сдержался немного назад и внезапно такая такая что-то я немного время покорного рукопожатия ладонь человека обращена вверх а его рука накрыта вашей это означает что человек не он как бы в постель себя приглашает как бы руку из руки постели пыляк со мной возляк со мной в постели ты вот а чтобы не лечь к нему в постель надо вот так ну типа понимать так как бы ровно подать не ук ложится в его постель с ним не принимать постели вот так ровно подать чтобы ему пришлось вот так выровнять и типа на равных не траханье она на равных и ведь много-много колхоза верит в эти рукопожатия психология по рукопожатию психология по рукопожатию мне в комментах пишут чё ты так-то вообще-то реально значит поза там и это мы разберемся с этим уверен в себе и вы можете взять инициативу в свои руки если захотите а чё вот если вот он руку постелью кладет там да сам не прогибается туда тоже скажите чё ты врал рукой чё ты рукой врал вот такая вот тикток психология теперь ты официально официально стал счастливее если хочешь подтверждение какое-то документальное вот этот скрин сделай прямо сейчас вот так а с теми кто хочет стать еще более счастливым мудрым и инсайтным сегодня здесь в 20 30 по москве стрим до вечера